Каждый мечтает стать успешным, каждый ищет свой путь к успеху. Как зритель в театре мечтает заглянуть за кулисы, так и наша программа позволяет заглянуть за кулисы большого бизнеса. С вами программа «Бизнес по существу» и я, его ведущий, Ильна Знабиуллин. А у нас в гостях Вячеслав Семенчук, серийный предприниматель, топовый специалист по запуску и оптимизации бизнесов, а также по созданию людей-брендов России и СНГ. Здравствуй! Привет! Вячеслав, по традиции начинаем наше интервью с Блиц-опроса. Итак, первый вопрос. Почему ты выбрал предпринимательство? Да, мне кажется, предпринимательство выбрало меня. Был пример старшего брата, бабушка, родители все научники, создатели всяких патентов, бабушка создательница патронов для Катюши и, кстати, матрица, из которой получается геронопластинка, ну, винил в России. А папа имел 47 патентов, но ни одного внедрения. А вот брат стал предпринимателем рядом, на 15 лет старше. И предпринимательство выбрало меня. Мы делали то, что нам нравится, мы делали сайты и, собственно, бам, нам начали предлагать за это деньги. И, собственно, хобби превратилось в бизнес и, собственно, вынужденное предпринимательство, потому что люди просто захотели отдавать деньги. Люди захотели отдавать деньги, и успех пришел. Что позволило именно вот прийти к этому успеху? Слушай, я долго думал, почему так, и у меня, мне кажется, есть ответ на вопрос, и мне его подсказали. То есть, один человек сказал, и начали уже многие говорить, Семенчук, ты везде. Я просто много чего делаю. Количество случайностей, которые ты создаешь в своей жизни, приводит к какому-то результату, к успеху, как ты сказал. Вот у меня такое количество случайностей, что у среднестатистического человека не происходит за год, а у меня, возможно, происходит за неделю, ну, максимум за месяц. То есть, секрет в количестве попыток? Количество попыток и их разнообразие. Спасибо. Как ты думаешь, в твоем успехе участвовала удача и везение? На сто процентов. Мы недавно проходили модуль лидерства на МБИ в Сколково, и там, с точки зрения везения и удачи, предпринимателя отводится отдельное такое важное место, и у меня удача во всем. Ну, то есть, ты когда-нибудь выигрывал айфоны? Нет, я выиграл планшеты. Я выиграл три айфона в Фейсбуке, велосипед у Тинькова, два путешествия за последний месяц в Корее и в Италию. Ну, и так везде, это только про личную жизнь рассказывают. Слушай, Мячеслав, пахнет коррупцией. По-моему, это специально сделали, чтобы ты выиграл, чтобы ты стал амбассадором этих брендов, нет? Я ничего о них не рассказываю практически. Вот даже сейчас я не сказал, у кого я выиграл. Вообще ничего не рассказал про айфон. Кроме Тинькова, да. И то велосипед у него. Спасибо, Олег. Да. И так же везение в бизнесе, оно везде присутствует, и иногда меня это даже пугает, потому что, ну, ситуация бывает полностью актовая, не хватает чего-то, у меня нет людей, сотрудников, денег не хватает на какие-то процессы, и бам, что-то случается, и получается все вместе, и все хорошо. А как ты думаешь, это что-то врожденное, то есть это помазали тебя, или все-таки твоя доля удачи, в принципе, такая же, как у всех, просто за счет того, что ты много пробуешь? Меня помазали точно, ну, то есть, во-первых, предпринимателей всего 2%, и удачных предпринимателей, соответственно, людей тоже, но количество вот этих вот попыток, количество мест, где я бываю, количество городов за неделю, там, минимум 2-3-4 по России, иногда плюс один мировой какой-нибудь, это просто количество случайностей, которое позволяет тебе разнообразить и приводить к какому-то успеху. Как ты считаешь, чем не должен заниматься предприниматель? Самомечевание, в первую очередь, потому что я в последнее время, особенно в регионе, часто вижу, что предприниматель пытается себя доказать, что он неправ, что он плохо делает, ему все говорят, что все хорошо, а он себя бьет, 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 ну, знаешь, какой-то мазохизм, как в книге Куда Винчи, там был чувак, который себя бил лентой с иголками, вот этим предприниматель точно не должен заниматься. Отлично. Были ли на твоем профессиональном пути твои наставники? Ты знаешь, нет. Вот, к сожалению или к счастью, до, наверное, последних двух лет у меня не было наставников, самое главное, у меня не было икон, на которых я хотел бы уравняться. Но последние несколько лет, последние, наверное, полтора года, если быть точным, появилась некая потребность, потребность в каких-то глобальных целях, потому что я то, что себе ставил, ну, там, до 30 лет, я выполнил. Сейчас мне 29, и у меня есть некий такой элемент, ну, если не страха, то неопределенности, что же делать дальше и большое. Вот в этом случае у меня сейчас начали появляться наставники, которых я пытаюсь слушаться. Это очень сложно, потому что у меня высокая степень такого саморефлексии и так далее, вот. Но я надеюсь, что мне наставники в этом помогут. Я считаю, что у каждого человека в жизни должно быть три наставника. Один персональный по своему личному, внутреннему, один профессиональный с точки зрения тех деятельностей, которые ты делаешь, ну, там, делаешь сайт, человек, который расскажет тебе по сайт по компетенциям. И бизнес-наставник именно, как зарабатывать деньги, неважно, в какой он отрасли работать. Вячеслав, а ты сам являешься для кого-нибудь наставником? Несомненно, у меня большое количество ребят, которые мне помогают, притом помогают в двух этих ипоставсиях. Для кого-то я бизнес-наставник, для кого-то личный наставник. А лично у меня, честно, хуже получается быть, скорее, вот персональный бренд здесь вот такой, да, то есть я прокачиваю, создаю людей звезд. А вот по бизнес-наставничеству все хорошо, большое количество ребят, которым я помогаю. Мы запустили недавно с коллегами программу 360-365, это изменение человека по кругу за 365 дней. То есть годовая программа, где мы улучшаем качество человека, начиная от его личного бренда внутреннего мира и заканчивая бизнес-составляющими. Такая личная работа. Отлично. Какие у тебя цели на 10 лет, может более? Слушай, я их сейчас формирую, формулирую, наверное, даже правильно так сказать. И, ну, у меня не выполнена одна цель, это миллиардная компания, но с капитализацией миллиард долларов, вот, наверное, это цель на ближайшие 10 лет. Но, единственное, этой компании еще нету именно на миллиард, да, то есть у нас есть сейчас компания, которая будет стоить там несколько сотен миллионов долларов, вот. А вот миллиардной компании мы пока не видим в моих лапках, и, соответственно, там, ближайшая задача – это найти эту идею, начать реализовывать, и за 10 лет капитализация миллиардов долларов. Отлично. Ну и традиционный вопрос от нашего Казанского федерального университета. Какие книги ты посоветуешь нашим зрителям, начинающим бизнесменам? Кроме своих? Ну, можешь воспользоваться ситуацией, в принципе. Слушай, ну, на самом деле, я не зря написал две книги, это сейчас не реклама, это, правда, те искренние мысли, которые я хотел передать, и которые я раз за разом повторяю ребятам. Книги, если кто не знает. Кстати, давай сделаем акцию. Те, кто… У вас есть какое-то взаимодействие со зрителями? Обязательно. Ну, давай промокод «Фабрика», если, соответственно, эти люди с этим промокодом… У меня, на самом деле, мы можем как-то передать в издательство электронной версии книг, вот, и если ребята как-то подумают сам, как-то с вами повзаимодействуют, вы бесплатно им пошлете два варианта электронной версии моей первой и второй книги. А давай это сделаем так, что сейчас кто отпишется в комментариях, например, тем мы выясним. О, отлично. Тот, кто отпишется в комментариях, оставит свой e-mail, вы мне дадите ссылку, девочки, мои помощницы, вышлют всем, кто отписался и попросил книги, бесплатно две мои книги. Это первое, что я рекомендую. Отлично. Из базовых книг, наверное, банальности, это «Стратегия голубого океана», сам себе MBA, кстати, прикольная книжка, мне она помогала в свое время немножко отсрочить свое MBA образование, которое должно как раз было прийти к 30 годам. И, наверное, один такой инсайт, для меня она стала очень изменяющей моей личности, это маленькая брошюрка, книжка «В дело не в кофе», отставили «Старбакс», я ее прочитал два раза, это классная книга, которая рассказывает, что дело не в кофе, а дело в людях. Я каждому начинающему, особенно предпринимателю, да и вообще человеку, который занимается и взаимодействует много с людьми, эту книжку советую. Остальные, наверное, приходящие. Вот ты же сказал, кто начинает, вот это супер. Я помню сам, когда еще, получается, работал по нейму на заводе, сам тоже читал книги про «Старбакс», в частности, то есть Говар Шульц, как там все это описывал, мне прям тоже вдохновляло. Отлично, ну, перейдем к основной части нашего интервью. Давай. Тема наша сегодня – масштабирование бизнеса, но начнем сначала. Как, собственно, ты стал предпринимателем? Ну, как я тебе сказал, мы изначально начали разрабатывать сайты с другом, нам после этого, как мы разместили, сделали несколько бесплатных сайтов для наших родственников, мы разместили внизу копирайт, что это мы, и нам начали звонить люди, видимо, клиенты наших родственников, которые заходили на сайт и решили, что им нужен такой же сайт. Мы зарабатывали 300, 500, 1000 долларов, но нам было 14 лет, и мы в итоге зарабатывали по 2500 долларов на человека, нас было двое, и это больше, чем зарабатывали наши родители, которые были научниками на этот момент. И, собственно, так и началось. Постепенно это раскручивалось, студию мы продали, начали заниматься другими бизнесами, на этом клиентском опыте научились создавать крупные проекты, и уже начали создавать собственные большие стартапы, привлекать туда венчурное финансирование, ну, и продавать их уже там за миллион долларов. Вот я сегодня в представлении тебя представил как серийный предприниматель. В твоем понимании, что это? Человек, который называет идею не текущей, точнее, не текущей, но не последней, потому что многие бизнесмены и предприниматели классические создают бизнес и свою компанию, свой стартап так, как будто они с ней умрут. Иногда, чаще всего. Серийный предприниматель видит это как очередную ступень, и он все делает для того, чтобы так упаковать этот проект, отчуждаемо от него, чтобы вовремя продать и делать что-то большее. Я иду по ступенькам, я делаю проект, продаю его, раскачиваю до нужного уровня, делаю его успешным, продаю, получаю определенный пласт денег, делаю проект больше, продаю, получаю больше денег, продаю. И так постепенно по ступенькам делаю больше проекта за большее количество денег. Самое главное, параллельный запуск большого количества проектов позволяет мне избежать одной психологической проблемы. Представь, ты занимался 20 лет бизнесом, и здесь, ну, сейчас с ним что-то произошло. Пришли наши любимые органы и отжали у тебя бизнес. Ну, бывает такое, да, да. Вот, что с тобой будет? Ну, да, это будет полная-полная лица, да. А представь, что у меня даже те же проектов органы отожмут один бизнес. У меня время появится свободно. Я немножко, конечно, погорелую, вот, но это не будет критическим, особенно критическим психологическим состоянием для меня. А сколько сейчас у тебя действующих проектов? Слушай, если честно, я за последние три, три с половиной месяца очень сильно избавился от маленьких проектов, и сейчас у меня пять проектов. Мы запустили на этой неделе акселератор.ру, это наша образовательная программа в Москве, два с половиной месяца, предприниматели учат предпринимателей. Это стало пятым текущим проектом. Ну, и самый большой PQR, это наша платежная система для оплаты PQR-кодов. А если вот в сумме, сейчас посчитай, сколько проектов вообще было? Вот сейчас пять действующих проектов, сколько попыток за всю твою историю начинать с 13 лет сайта? Слушай, смотри, вот прям усп... В том числе и неуспешных. Нам еще больше интересен неуспешных проектов. Давай тогда раскручивать. Проектов, которые хорошие, которые я могу назвать бизнесами, это 30 штук. 32, наверное, вот так вот, потому что 30 было, сейчас добавилось. Попыток, которые были не очень успешны, не доведены до бизнеса, наверное, около 70, то есть половина, 50 процентов. А вот клиентских проектов, с которыми мы взаимодействуем за все это время, ну, это точно больше двух сотен, ну, давай назовем там, 250, это точно не увеличение, а занижение какого-то количества. Вот я услышал, что ты, в принципе, сейчас занимаешься созданием, запуском новых продуктов, уже заранее понимая, что со временем ты их, скорее всего, продашь. Да. И вот это, по-моему, отличает как раз-таки мышление российского предпринимателя от мышления западного. То есть у нас все-таки привыкли ребята запускать бизнес, знаешь, на всю жизнь. То есть я запущу там маленькую кофейню и будут там работать, мои дети будут работать, внуки в том числе. А вот все-таки западный предприниматель, он, наверное, думает изначально, что он делает какой-то актив, со временем его продаст для того, чтобы создать еще больше активов. Очень зависит от страны. К примеру, в Европе создать семейную кофейню, мастерскую по ремонту обуви, где будет работать твой правнук, тоже нормально. И в России тоже по-другому. Психологически просто нужно относиться к этому немножко по-другому. Если человек на Западе, давай в Штатах возьмем, в Западе такой абстрактный проект, если человек в Штатах потерпит неудачу, он пойдет и сделает снова. Основная проблема, что человек, который потерпит неудачу в России с этим подходом, попытки, может быть он там тоже делает до конца, ему идея хочется заниматься, передать своим детям. Но если он там ошибется, обломается, он продолжит делать что-то новое, а у нас в России пойдет и сопьется. Вот это проблема. А как ты понимаешь, что в принципе пришло время продать этот бизнес? То есть изначально, когда ты начинал, в принципе, мы же обычно вкладываем всю душу, то есть относимся к этому, я не знаю, как к члену семьи, к своему ребенку, то есть его взращиваем, а потом, соответственно, надо расставаться. Когда ты вот этот момент понимаешь? Нет, у меня есть дети, у меня проекты, это проекты, мои растут, два стартапа, по-английски хорошо говорят, два стартапчика, Тема и Даня. А с точки зрения бизнеса, нет, это инструмент, я не отношусь как к детям, к детищам, может быть, относился в самом начале, сейчас это там полноценная машина по производству денег, по производству идеи, по производству проектов. Мне нравится, слушай, мне нравится, и отвечая на вопрос, когда я понимаю, что надо продавать, у меня нет такого состояния, мне просто приходят люди и предлагают деньги, от которых я не могу отказаться. Мне это очень нравится, я готов продать за эти деньги. Если вы сейчас придете, предложите любые деньги, даже вот там, придете сейчас акселератор, мы его запустили неделю назад, вы предложите ту сумму денег, которая меня устроит, я его продам. Интересный подход. Хотя у меня очень сейчас горит эта идея заниматься, и я буду его делать в ближайшие несколько лет, но если за это время придет человек, который предложит достойную сумму денег, если я смогу за эти деньги что-то сделать больше и переложить эти деньги куда-то, я сделаю это сразу. Слава, интересно узнать твое мнение, так как ты занимаешься большим количеством, так скажем, запусков стартапов, и ты в большом количестве с ними взаимодействуешь, ты в большом количестве с ними взаимодействуешь, как ты на этапе бизнес-идеи оцениваешь экономическую успешность этого проекта? Потому что очень важно же понимать вначале, то есть стоит в это время свое тратить и деньги вкладывать или нет. Слушай, мы за эти годы с партнерами выработали определенную механику, кстати, в книге ребята ее тоже получат. Это 23 шага, которые позволяют тебе за две недели протестировать любую идею. Там же не только экономическая составляющая, это проверка идеи на адекватность, на наличие рынка, на объем этого рынка, на количество этих идеальных клиентов, которые готовы потреблять твой продукт, а дальше базовый юнит экономики. Сколько ты тратишь на отдельные продукты, и сколько ты, соответственно, с него можешь привлечь, и там некие ЛТВ, и сколько клиент за всю жизнь тебе может принести потенциально. Самое главное, у нас есть большие статистики от нас, потому что проектов уже было большое количество, от проектов, которые мы учим. Это, кстати, ответ на вопрос, зачем мы делаем всякие образовательные проекты. Не для денег, в основном не для денег, да, хотя это экономически выгодно тоже. Старающие, кроме книг. Книги убыточные в России, нельзя их заработать на книгах. И самое главное, это те доступы, которые у нас есть к различным партнерским акселераторам и инкубаторам, где еще большее количество проектов имеют свои аналитики. Мы знаем, что, к примеру, подключение одного юридического лица на определенный тип B2B сервисов стоит 10 тысяч рублей. У нас есть инсайдерская информация, кстати, теперь у вас она тоже есть, для того, чтобы посчитать свою юнитную экономику. Все, если у нас не складывается, если там минус, мы это просто не делаем, если ноль, смотрим, как оптимизировать, если плюс, соответственно, смотрим, как масштабировать, где снизить косты, увеличить там тот же срок жизни клиента в рамках этого проекта. Дальше, если понимаем, если более-менее математика сходится, начинаем запускать и уже где-то на этапе прототипа, базовых продаж или масштабирования продаж, мы уже идем и рисуем хороший финансовый план, бизнес-модель и пинельку. По твоей статистике, какой процент конверсии в успешность в проекте получается? У нас 50%. Это, по-моему, прям очень хороший результат. Да, потому что мы научились выбирать идеи. Мы в большей степени больше потратим времени на тестирование идеи и, возможно, ошибемся и не пойдем в риск. Хотя все говорят, что предприниматель любит рисковать. Нет, предприниматель ненавидит рисковать, больше всего в жизни предприниматель ненавидит рисковать. Но предприниматель просто умеет снижать этот уровень риска и решается на этот риск. Вот предприниматель лучше всего это получается. Вот мы, когда решаемся на риск, и, скорее всего, мы чаще всего просто правильно имеем методологию, а раньше мы просто угадывали. Большинство людей, у которых конверсия, наверное, ты слышал, 5%, 3%, 10% вообще идеально, да? Это просто угадывает. Ты играл в казино когда-нибудь? Ну, раньше, когда это было легально? Чуть-чуть. Сколько раз ты выиграл за заброс рулетки какой-нибудь? Слушай, по-моему, ни разу. То есть в бизнесе более успешен, чем в казино. Вот. А когда мы делаем стартапы, почему у тебя такая низкая конверсия? Например, как рулетку? Угадал, не угадал. У нас по ходу дела есть волшебный шарик, который мы умеем запускать с нужной скоростью, с нужным весом, попадая в черное-белое, а иногда и зеро, сразу видно, что я мало играю в казино. Получается, со временем, когда мы нарабатываем опыт, опыт уже оценки идеи, опыт запуска каких-то проектов, у нас в принципе процент конверсии повышается. Можно сказать, что мы сами себе увеличиваем степень участия и удачи. То есть мы сами себе нарабатываем это везде, как навык. Да, это везде. Играешь в футбол 10 лет, лучше играешь в футбол. Больше занимаешься предпринимательством, лучше занимаешься предпринимательством. Про женщин не буду, но то же самое. Отлично. Вячеслав, как ты относишься к социальным сетям? Вот недавно был на одном бизнес-форуме и там обсуждали как раз таки вопрос бизнесменов в социальных сетях, как они там, соответственно, себя выставляют и как они взаимодействуют социальными сетями. И там была такая статистика, что средний житель России тратит сейчас каждый день два с половиной часа на социальные сети. То есть это очень много, соответственно, это неэффективно. Ну, два с половиной часа лучше займитесь делом, займитесь там семьей, своим бизнесом, это будет более эффективно. Как ты к этому относишься? Стоит ли предпринимателю уделять время, соответственно, своему аккаунту? Я считаю, что да. Я большое количество времени провожу в социальных сетях, и это явно не два с половиной часа. Там моя бизнес-жизнь. Я, наверное, последние проекты из 10-5 продал в Фейсбуке. То есть просто через сообщение, что мы такой бизнес делаем, и люди писали, говорят, что прикольно, мы не знаем, что у тебя есть, давай мы купим. У меня большое количество подписчиков, это больше 100 тысяч человек в различных социальных сетях, и это позволяет мне закрывать эффективные вакансии. Я никогда не привлекаю никаких хэдхантеров, хантинговые агентства. Все вакансии закрываются через Фейсбук, Линкдин. Даже с учетом того, что он сейчас забанен, технические способы обхода этого позволяют нам, опять-таки, закрывать вакансии, в том числе и в социальной сети Линкдин. Самое важное, что мы часто находим потребителей, и для тестирования идеи это идеально. К примеру, мы запускали проект Sexbox, это очень интересная идея, доставка интимных товаров для взрослых по подписке. И мы получили предзаказы без базового маркетинга и окупили проект за два дня после запуска только за счет того, что на социальных сетях совпала аудитория этого сервиса. И все. То есть люди, которые почему-то, предприниматели, не ведут социальные сети, не хотят тратить на это время, считают это глупостью, теряют очень многое. Но ты такой уколол меня немножко даже. А как же дети? Бизнес и социальные сети, они взаимосвязаны, а вот социальные сети и дети, к сожалению, противоположны. Если у вас не хватает времени из-за социальных сетей или бизнеса на детей, у меня иногда не хватает. То есть это, конечно, минус. И здесь я бы задумался. А вот бизнес и социальные сети неразрывно надо делать. То есть, в принципе, надо относиться к социальным сетям как к очередному инструменту, просто по привлечению возможных клиентов, по найму персонала, ну или в другой отрасли, что может привлечь какие-то там блага для твоего бизнеса. Это один из инструментов. Да, один из инструментов, при том крайне эффективный, потому что предприниматель на сегодня это герой нашего времени, и ему очень просто набирать там аудиторию. Кстати, вот я с тобой согласен. Буквально недавно надо было в команду взять копирайтера, то есть буквально один пост и уже 2-3 встречи назначены на собеседование, так скажем. Я по своему опыту тоже могу сказать, достаточно более, так скажем, релевантная аудитория приходит именно социальных сетей. То есть приходят ребята, не просто какие-то шальные, которые там без работы полгода, год с крутого нашего ресурса HeadHunter, а именно те ребята, которые сидели за твоим бизнесом, за тобой и в принципе они уже лояльны к тебе. Они готовы бесплатно работать иногда. Это тоже очень хороший инструмент. Были ли у тебя как раз такие кейсы, ребята за энтузиазм, бесплатно взаимодействуя работами? У меня сейчас вчера новая помощница, она пришла и говорит, я хочу у тебя работать, ты классный, я понимаю, какие знания я получу от тебя, и давай я буду делать. Симпатичная, умная, с успешными проектами предприниматель, который готов мне помогать как помощница. Ну слушай, я согласен, потому что вспомню себя, лет 10 назад, когда только я заканчивал школу, я бы сам был готов бесплатно поработать у какого-нибудь крутого предпринимателя для того, чтобы наработать эти же навыки. То есть я бы ходил там по пятам, все бы делал, что мне надо было делать, за это время я бы накопил кучу опыта. У меня были возможности, но я почему-то об этом не задумывался, когда мы работали-работали, и если бы я тоже так сделал, я сейчас тоже подумал, наверное, бы это реально исправило большое количество ошибок, в основном менеджерских, да, то есть грабли, на которые я наступал, я бы это там увидел, скорее всего. Но я почему-то об этом не думал, видишь, ребята сейчас более активные, особенно девушки, и они хватаются за эти возможности, и я всегда их поощряю. И знаешь, почему взял? Она прислала сообщение, описание, и говорит, но единственное, что я не буду делать, я не буду делать кофе. Я говорю, блин, а я кофе не пью, отлично. Слушай, прям интересный кейс. И буквально недавно, у меня было то же самое, написала девушка в социальных сетях, что Ильнас, ну, условно, хочу работать с вами. На тот момент вакансии не было, я ее пригласил, после того, как мы с ней пообщались, я понял, что, в принципе, человек очень интересный, и практически под нее создал новый проект, и запускаем мы ее. И второй кейс, тоже связанный с кофе, пришел молодой человек, парень отличный, то есть такие навыки, все очень хорошо. Единственное, на чем мы не сошлись, он не готов был делать кофе. То есть у меня как раз-таки обратная ситуация, то есть если личный помощник, как раз-таки, в принципе, я не представлял себе молодого человека, который мне будет делать чай, например, да? Вот, поэтому, отлично. Как ты думаешь, какие черты характера важны для предпринимателя? Слушай, это опять-таки обратное, в дополнение тому, что я сказал, не бичевать себя, самоуверенность, она должна быть высокой, но при том, должно быть еще одна здоровая самоуверенность, потому что здесь вот как раз человек может потерять ее. Усидчивость должна быть, ну, опять-таки, здесь очень сильно психотипом, да? То есть я, к примеру, если по диску меня смотреть, по классификации, я ID, я не могу систематизировать меня, я действую и креатив. Блин, желание много делать, то есть это характеристики, которые отличают большинство успешных предпринимателей, для них просто много чего делают. Это те внутренние силы, внутренние энергии, которые должна быть предпринимателем. И если вот этот показатель энергии у предпринимателей высокий, то у него все хорошо получается. Если по каким-то причинам, в том числе и когда самомотивация там снижается, вот энергия тоже падает, и у предпринимателей становится все плохо или хуже. Отлично. Вначале мы затронули в представлении, что ты еще создаешь личные бренды. Да. Что это? Смотри, я в какой-то момент времени задумался. Я вроде бы делаю компанию, продаю компанию, продаю компанию, продаю компанию, продаю, и вроде получается успешно. И не всегда количество денег, которое нужно положить в эту компанию, тоже больше, чтобы построить больше компаний. У меня начало оставаться, я задумался, почему я кладу меньше денег, чем я думал, а получается лучше, чем я думал. И в тот момент времени я понял и задумался, что же единого в этих компаниях. А единого в этих компаниях оказался только я. Семенчук. Семенчук. И оказалось, что с каждой создаваемой компанией я немножко откусывал куда-то в некую матрицу себя. И это есть отличный бренд. И я задумался и как раз написал вторую книгу, начиная анализировать себя и других классных предпринимателей, что же это такое. А оказалось, есть профессионал. О том, что он профессионал номер один в чем-то, не знаю, в создании ручек. Знает только он и его мама. Может быть, кошка его лысая. Больше никто. Ну, по базису. А дальше есть некие элементы внешние, которые позволяют этому человеку донести до другого неопределенного и максимально широкого круга людей задачу, в смысле понимания, что он профессионал в этом. И это как раз те инструменты, которые есть у нас. И личный бренд о совокупности этих инструментах, правильно примененных, их совокупность, пересечения и так далее. Это наши сайты, социальные сети. Машина, в конце концов, наверное, ты видел тот кейс моей машины, который тоже добавил моего личного бренда. ПР, книги, обучение, наставники и, соответственно, ученики, наоборот, которыми ты тоже помогаешь. Все это те элементы личного бренда, которые позволяют тебе быть эффективнее, лучше, узнаваемы и в конечном итоге, ну, не знаю, я всеми рейдингами, зарабатывать больше денег. То есть, я правильно понимаю, ты берешь условно каких-то определенных крутых ребят, которые в чем-то действительно хороши, но при этом о них никто не знает. И ты помогаешь им создать их личный бренд. Или все-таки мы говорим про твой личный бренд, что ты его вот создал, что как бы у тебя все хорошо работает, или ты как бы этому еще обучаешь? Я, несомненно, сделал свой личный бренд, меня много знают, у меня это спасает, но я беру хороших ребят. Я не могу сказать, что о них никто не знает. То есть, они о них может знать больше народа, они могут стоить много больших денег и могут быть более успешными, в том числе и в своих бизнес-проектах. Я помогаю им дополнить себя этими элементами. В книге я выделил 101 элемент. У среднестатического предпринимателя почему-то из этого 101 используется 5. Люди, которые начинают работать, иногда этой работы хватает просто месяц, почитай книжку, действуй, делают 20 и им уже достаточно, им уже все хорошо. Есть ребята, которые сейчас делали из книги 40. Блин, они уже известны на всю Россию. Я не представляю, если кто-то сделает 100, у меня нет 100. Но вот если кто-то сделает 100, это будет прям бомба и, наверное, Владимир Владимирович даже позавидует известности этого человека. Притом, это какие-то базовые штуки, которые нужно делать, и они легко. Ну, например, какие может быть такие наиболее, знаешь, интересные? Ну, не знаю. Самые легкие, давай возьмем. Что самое дешевое в жизни предпринимателя нашей? Ну, визитка, наверное, да? Это первая визитка, которую люди не выкидывают. Я посмотрю, когда ты выкинешь, расскажешь потом через пару лет, когда... Это единственная визитка, которая была у меня и которую люди после встречи со мной через год, встречаясь со мной вновь, достают из кошелька. Это мой рентген левой ноги, кстати, у меня травма была. Это реально твой рентген? Да, это мой рентген. Ну, то есть, если кто не видит здесь, на самом деле у нас на визитке, получается, рентген какой-то бедренной кости. Ну, это стопа. Это стопа. Написано, Вячеслав Семенчук, стартап-хирург. Ну, давай, перейдем к следующему моему интересному вопросу. Что такое стартап-хирург? Немножко устаревшая визитка, потому что железки, кстати, у нее зрители наши не видят. У меня пять лет эти железо стояло, титановые конструкции. Я их вытащил полтора месяца назад. Стало чуть полегче. Одна нога стала чуть полегче. Полегче, да, потому что титан все-таки весит. И я еще перерос, а теперь я бизнес-хирург, поэтому и нога другая, рентген от другой и надпись поменять. Бизнес-хирург – это человек, который вскрывает бизнес-проекты, ну, не вскрывает, ножом, да, то есть осмотрит на те процессы, которые есть, вырезает ненужные процессы, потому что добавлять, как правило, не надо, нужно вырезать, зашивает, смотрит. Если этот человечек, ну, бизнес пошел, то все хорошо. Если нет, то надо закопать. 97% бизнесов нужно закопать. Почему родилась эта фраза? Я подумал, чем я занимаюсь, все это собрал и подумал, как это одним словом сказать, и не смог просто придумать, кто этот человек. И это прикольная отстройка, потому что большинство ребят, которые помогают предпринимателям что-то делать, кормят их реально таблетками. Блин, ты хороший, у тебя все получится, возьми Мазерати в кредит, отобьешь. Отобьешь. И помрешь с этой Мазерати, к сожалению, да, еще и родственников угонишь долги. Я вот с тобой согласен, на самом деле, вот выстраивание какой-то некой стратегии большого бизнеса не в том, чтобы что-то вот новое добавлять, а наоборот, в том, чтобы отказываться от ненужного, отказываться именно от хлама, фокусироваться на чем-то одном. Вообще, хороший предприниматель, это такое существо, которое может делать все что угодно, особенно если у него энергии достаточно. А хороший предприниматель, это человек, который знает, что из этого действительно надо делать, делает только это. А вот про энергию раз затронули, со временем все-таки, я согласен, что энергия это основное топливо, так скажем, предпринимателя, да, и нам надо где-то подпитываться. Да. Как это ты делаешь, как посоветуешь, например, начинающим предпринимателям, которые вот попробовали, не получилось, энергия вся ушла, где быстренько подпитаться? Слушай, ну, она никуда не уходит, она внутри просто, она почему-то там спряталась, спряталась на какой-то момент. Меня активируют красивые женщины вокруг, меня активируют мои ученики. То есть я в образовательном проекте, я нашел для себя тот источник энергии, который позволяет мне, собственно, начерпать дополнительное, ну, не исчерпать, а как раз активирует ту энергию, которая почему-то сейчас спряталась и не пускает ее во внешний мир. Вячеслав, спасибо большое за интересную беседу, было реально интересно, очень много для себя даже подчеркнул. Надеемся, не последний раз в Казани, будем еще раз встречаться. Пора бизнес оздоравливать, и слава богу, у нас есть такие ребята, как вы. Спасибо. Спасибо. И не забываем ставить комментарии с вашим е-мейлом. Да, мы обязательно пришлем электронную версию книги. Двух книг. Всем, кто, собственно, оставит комментарии, слава, дай книгу, комментарии к этому видео. Спасибо за просмотр нашей передачи. С вами был Ильиназ Набиуллин и программа «Бизнес по существу».